Тематическая прямая линия по вопросам водоснабжения населения прошла в Солигорском райисполкоме. Провел ее заместитель председателя райисполкома Кирилл Алехин при участии специалистов Солигорского водоканала и службы заказчика. Солигорчанам предложили обсудить проблемы водоснабжения, несоответствие качества воды, ее температуры, давление в системе и другие. В ходе прямой линии поступило 4 звонка, два из них непосредственно касались горячего водоснабжения. Обратились жильцы домов по Богомолова, 19 и Ленина, 35. У нас проблемы в августе относились к горячей воды. И раньше даже еще было. И каждую неделю, ближе к выходным, горячая вода попадает. Обе проблемы уже были на контроле в райисполкоме и находятся в процессе решения. В ближайшее время заявители получат еще и письменные ответы на свои вопросы. Как отметил Кирилл Алехин, проблем с холодным водоснабжением в Солигорске практически нет. Если и возникают аварийные ситуации, то они быстро устраняются. Что касается горячего водоснабжения, то здесь проблемных вопросов гораздо больше. Они связаны в том числе с износом трубопроводов и инженерного оборудования в жилых домах. Без аварийных ситуаций не бывает такой. Все надо понимать, что это жизнь. Но устранение аварийных ситуаций это... Я так думаю, что... В этом году мы планируем подготовиться таким образом, чтобы еще более оперативнее. Потому что очень много заменили, в том числе запорной арматуры, которая позволяет в случае аварии не оставлять без отопления, либо горячего водоснабжения целые кварталы. То есть определенными секциями мы перекрываемся и ремонтируем локально определенный объект. Поэтому, ну, работаем на то, чтобы соптимизироваться, но, опять же, повторяю, нельзя не принимать во внимание физический износ сетей. Как отметили в Солигорск водоканале, претензии, поступающие от солигочан в службу 115, обычно связаны с порывами на трубопроводах и заторами канализации. Жалоб на качество воды практически нет. С 2018 года предприятие реализует программу обеспечения населения чистой водой. Строится и реконструируется станция обезжелезования. Сегодня их в районе 15. В этом году будет реконструирована станция Величковичек, следующим в Долгом Игоцке. Для обеспечения водой растущий Солигорск проектируется новая скважина. Что касается города Солигорска, нами были просчитаны потребления воды в связи со строительством новых микрорайонов. И на данный момент проектируется новая скважина, водозабор Белевичи, и реконструкция станции обезжелезования тоже там, на Белевичи. То есть это все для того, чтобы население города Солигорска пило чистую и качественную воду.